Всем привет! Сегодня хочу обсудить с вами тему, высказать свое мнение, что такое хорошее, что такое плохое и вообще как отличить одно от другого. Ну, во-первых, самое главное, хорошего никогда не бывает много. Это касается вообще всех сфер искусства, музыки, отношений, еды, одежды и вообще всего-всего, что может прийти в голову. Плохого всегда больше, потому что оно проще, примитивнее и, соответственно, легче для своего появления как такового и воспроизводства. Также плохое очень часто прикидывается хорошим и никогда наоборот. Но в то же время есть ли однозначное определение плохого и хорошего. Дело в том, что вкусы, потребности и возможности у всех разные. Так что судить по себе это неправильно. У разных культур, у разных народов, у разных религий понятия о плохом и хорошем, они диаметрально противоположны. Конечно, не во всем, безусловно, но в некоторых аспектах очень даже сильно различаются. Даже если мы возьмем еду или музыку, казалось бы, такие вот вещи, что понятно, это плохое, это хорошее, то и то найдется кто-нибудь, кто совершенно честно может сказать, что а вот мне это нравится. Поэтому однозначного ответа нет. Но есть понятие общепринятые, когда можно четко провести грани между хорошим и плохим. Это не то, что нравится, не нравится. Это не то, что дешево или дорого. Это уже лежит в плоскости каких-то общечеловеческих норм. Ну, например, никто и никогда не скажет, что грубость, тупость, допустим, измены, это хорошо. Никогда. Если кто-то говорит про откровенно уродливое, допустим, искусство, что ему это нравится, он врет. Это уже у него срабатывает антагонизм. Еда тоже бывает плохая. Знаете, какая? Испорченная. Все остальное, все, что съедобно, если это вам не нравится, кто-то другой. Это легко съесть. Но, например, если что-то касается техники или качества изготовления, то говорить, что это хорошо, когда это плохо, это тоже неправда. Это однозначное понятие. Плохо значит плохо. Погода может быть плохой. И даже, к сожалению, очень часто такое бывает. И, опять же, ну, конечно, кто-то найдется. Да нормально эта погода. Нет. Он антагонист. Такие люди черпают энергию у тех, кому они адресуют свои слова на том, что они говорят абсолютно чушь. И люди начинают либо спорить, либо, ну, в общем, так или иначе выражать свое мнение. И вот это вот все переходит на этого человека. Ему этого блага, другим нет. Так что однозначный ответ на то, что хорошо или плохо в некоторых случаях есть, а в некоторых случаях нету. И большинство подобных вопросов решать нужно лично вам. У каждого может быть свое мнение. И никогда не навязывайте свое личное другому. Наживете, если не врага, то недоброжелателя. Причем даже среди самых, казалось бы, близких людей. Ну что, хорошо и объяснить? Запутаны, конечно. Но так эта тема не на 3-5 минут. А как это сказать лучше вот за такое короткое время, я не знаю. Да и не надо. Я этим не занимаюсь. Так что, как получилось уж. Все. Пока. До следующих встреч.